Здравствуйте! В эфире телеканал ОТС Новости в студии Светлана Шевченко. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обходите тополя. Спасатели МЧС предупреждают о резком усилении ветра и ухудшении погоды. Старые деревья могут не выдержать порывов. Значительно похолодает уже сегодня вечером. При этом в регионе ждут сильные дожди, грозы и град. Новосибирская область оказалась на границе циклона и антициклона. Поэтому и ветер ураганный. Возможно падение деревьев, незакрепленных конструкций и рекламных щитов. Расширяя географию сотрудничества, новосибирские экспортеры выйдут на новый уровень. 1900 компаний региона поставляют свою продукцию за рубеж. Из них 400-1485 – представители малого и среднего бизнеса. В этом году пройдет пятая международная конференция «Экспорт в страны Евразийского экономического союза», где компании смогут расширить охват и установить долгосрочные отношения с соседними странами. Примерно чуть больше года назад большая часть экспортного потенциала страны была нацелена в страны Европы, Юго-Восточной Азии. Но ситуация поменялась. На порядок мы меньше экспортировали в страны Евразийского экономического союза. Но, еще раз повторюсь, ситуация поменялась. И благоприятная среда для того, чтобы, во-первых, найти новых партнеров, во-вторых, занять определенные ниши, которые в той или иной мере в этих странах не заняты. Международная конференция пройдет с 29 по 30 июня. Впервые в мероприятии примут участие члены Евразийской экономической комиссии. Представители региона обсудят со специалистами актуальные вопросы госзакупок и общие правила конкуренции. Также пройдут и индивидуальные консультации для бизнеса по проблемным вопросам и содействуя их решению. Новосибирску достоился честью проводить международную конференцию у нас. Мы решили, что мы пригласим в том числе и международные делегации. Соответственно, это те делегаты, которые приедут. Тот бизнес, который будет заинтересован в сотрудничестве с нашими экспортерами из Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии. Посевная кампания окончена. Время подводить итоги. В хозяйстве Новороссийска и Сдынского района прошло совещание аграриев. Сельхозпроизводители обсудили ситуацию по заготовке кормов. Подробности в нашем сюжете. Этой весной в районе засеяли около 60 тысяч гектаров пашни. Механизаторы вышли в поле в первой декаде мая. И все работы завершили всего через месяц. Сельхозпредприятия провели посевную кампанию в кратчайшие сроки. Благодаря высоким темпам, хорошей организацией труда и технологическим процессам. Успех – это результат основательной подготовки. До весны отремонтировали технику, вывели в поля новые пассивные комплексы, был запас семенного материала, ГСМ, удобрений. Но потом вмешалась погода. Ущение вот есть. Вот три продуктивных побега должно быть. Но вот эти вот, они под вопросом. Да, да, да. То их не будет, а скинется все. Это росток ячменя. Растения в угнетенном, стрессовом состоянии, из-за сухой почвы. Похожа ситуация и с другими культурами на полях хозяйств района. Богатого урожая осенью не ожидает. Посевная этого года больно ударила по бюджету хозяйств. Уже потрачено не один десяток миллионов рублей. Вложение вряд ли окупит новый урожай. Той урожайности, которая сегодня проглядывается, но она еще будет очень сильно корректироваться, скорее всего, вниз. В лучшем случае она зафиксируется. То экономика будет очень плачевная осенью. Экономика у нас, ну, в два, в три раза будет хуже. Все. Это однозначно. И тут не надо гадать, не надо там тешить себя иллюзиями. То есть работаем в режиме, ну, минимум затрат. Как никогда в этом году природа испытывает аграриев на прочность. Затяжные весенние холода, отсутствие дождя отрицательно отразились на всходах. Часть посевов рапса в хозяйстве Петровское повредили заморозки. Ситуацию усугубила пришедшая июньская изнурительная жара с ветрами. Если сегодня анализировать то, что мы планировали, какую чистоту, да, или количество растений на квадратном метре, то, исходя из сегодняшнего состояния и планируемого состояния, ну, я думаю, подверглось заморозку порядка 10-15%. Сегодня перед аграриями стоят уже другие задачи. Обеспечить кормами животноводство. Районное стадо немаленькое. Более 11 тысяч голов, и о сокращении поголовья вопрос не стоит. Это страдание обещает быть легкой. Естественные покосы выгорели, вся надежда на сеянные травы. Верхогадцы уже вывели технику в поле на уборку люцерны. Все равно дождик, я думаю, когда-то будет. Хотя бы сейчас вот прогребем корневище маленькое люцерны, козлятник. Начнем с них. Думаю, ну, два укоса мы точно сделаем. Ну, а дальше пойдем по низинам. С агрономами переговорили, что наверняка 100% все яровые будем на солому заготавлять. Крестьяне, несмотря на все сложности, ведут плановые мероприятия на полях. Химпрополка, обработка паров. В некоторых хозяйствах уже приступили к заготовке кормов. Михаил Дорошенко, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. Живут в режиме чрезвычайной ситуации. В двух селах Машковского района, Барлак и Новомашковском, нет воды. Коммунальщики принимают экстренные меры. Проблеме не первый год. Собираются ли ее решать, узнал Александр Сульдин. Село Барлак. Живописный уголок. Вечерняя прохлада. Цветами пахнет. Здесь так приятно отдыхать от суеты каменных джунглей мегаполиса. Село Барлак. 30 километров от Новосибирска. Тихое место. Почти дачное. Сюда детей на каникулы привозят, чтобы отдыхали и сил набирались. Сегодня это зона настоящей чрезвычайной ситуации. Три недели нет питьевой воды. В домохозяйствах на счету каждый литр. Режим чрезвычайной ситуации ввели, чтобы хоть как-то помочь местным жителям использовать деньги из бюджетной копилки на черный день. И вот такой день наступил. Жара с самого начала лета. Ни одного дождя. Краны в домах пересохли. Коммунальщики проложили временный водопровод вокруг села. Сейчас чередуют отключения. Воды нет то на верхних, то на нижних улицах. Установили вот такие еврокубы. Фания Патрушева узнала об этом баке случайно. Сюда за час сделала несколько рейсов. Говорит, вода дома сейчас настоящее богатство. Раньше нальёшь, стаканчик не допил. Выливал, ну как привыкли. А тут цветочек льёшь или ещё куда-то лишь бы. Или на руки, чтобы помыть руки хотя бы. Склад бутылок попить, обед приготовить. Безжизненная стиральная машина-автомат. Давно не включали. Сухой кран. Илейки по скрупулёзному расчёту для чеснока и моркови. Фания говорит, такая ситуация уже 30 лет. Как только жара наступает. По словам коммунальщиков, система водоснабжения не справляется. Задействованы три скважины, но их не хватает. Мы в мае 2022 года подготовили техническое задание на программу «Чистая вода». Подали эти документы и ждём, когда мы здесь отпроектируемся и сделаем ещё одну скважину и реконструкцию сетей. Здесь придётся бурить глубокую скважину. Минимум 110 метров. Если меньше, то вода быстро уходит. Работы обойдутся в миллионы рублей. Как правило, проектирование занимает один год. Затем ещё один строительный сезон, само бурение и прокладка труб. Александр Сульдин, Борис Гладких, Новости ОТС. Мыши выживают, даже получив смертельную дозу радиации. Разработку уникального радиопротекторного препарата ведут учёные Института цитологии и генетики. Знакомая каждому рибонуклиновая кислота спасает клетки организма. Александр Шерудила посетил научную лабораторию. Лаборатория индуцированных клеточных процессов. Именно здесь создают идеальную защиту от радиации. Подобные препараты известны давно. Однако новосибирская разработка потенциально лишена недостатков предшественников. В отличие от средств с накопительным эффектом, препарат на основе РНК начинает действовать уже через полчаса после приёма. А другие экстренные радиопротекторы он превосходит длительностью действия. В ходе эксперимента учёные использовали не обычных белых лабораторных мышей, а вот таких, чёрных. Всё дело в том, что они чувствительнее к радиации. Но несмотря на облучение при использовании двуцепочечной РНК, учёным удалось доказать, что животные доживают до преклонного возраста. Изначально исследователи применяли так называемую тотальную РНК, но выяснили, что нужными свойствами обладает только двуцепочечная кислота. Это позволило в 40 раз уменьшить дозировку препарата для мышей, при этом сохранив 100% защиты от радиации. Кроме того, такой тип молекул РНК почти не встречается в организмах, а значит, в крови нет ферментов для её расщепления. За счёт этого повышается срок действия препарата. Вкалывали и облучали через час, как всегда, потом через 4 дня, через 8 дней и через 12 суток. Значит, мы облучали, и даже через 4 дня 100% защита получилась, как и через час. А на 8-12 сутки 60% животных выживало. По мнению учёных, после облучения двуцепочечная РНК помогает восстановить повреждённые радиации участки генома, что препятствует развитию лучевой болезни. Как выяснилось, закодированная таким образом кислота оседает в стволовых клетках костного мозга, которые буквально притягивают её. Мы берём клетки, добавляем туда сидящуюся двуцепочечную РНК и можем наблюдать, в какие клетки она попадает. Таким образом мы определили, что она попадает в стволовые клетки. Эффективность препарата не вызывает сомнений у исследователей. Однако механизм проникновения двуцепочечной РНК в стволовые клетки и то, как именно кислота защищает организм, ещё предстоит выяснить. Параллельно учёные уже рассматривают идею производства в промышленных масштабах. Технологию рассчитывают отработать в следующем году. Александр Шарудила, Евгений Агеев, Новости ОТС. 190 коррупционных дел завели в Новосибирской области с начала года. Большую часть – нарушения, связанные с мошенничеством и взяточничеством. В текущем году зарегистрировано 65 взяток, что существенно превышает уровень прошлого года. В основном на взяточничестве попадались сотрудники правовой охраны. На втором месте – должностные лица органов местного самоуправления. За совершенные коррупционные правонарушения граждане понесли уголовную и административную ответственности. Сумма штрафов более 40 миллионов рублей. Все деньги перечислят в доход областного бюджета. В настоящее время прокуратурой прорабатывается вопрос с администрацией области, с правительством Новосибирской области по поводу социального применения вот этих 32 и планируемых в принципе 42 миллионов рублей, чтобы их потратить на нужды, которые бы принесли пользу людям. Планируем, что возможно купят квартиры сиротам или многодетным семьям. То есть это вопрос в стадии проработки. Надеемся на понимание со стороны правительства Новосибирской области. Лето только началось, а в детских лагерях Новосибирской области уже заканчиваются первые смены. В этом году в регионе работает 53 учреждения. В нескольких из них организовали профильные смены для детей сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Екатерина Новгородцева встретилась с отдыхающими. В детском оздоровительном лагере Держинец сегодня последний день первой смены. Подходят к концу и профильные заезды. Мы тренируемся, отрабатываем упражнения, все хорошо. Как вообще вам смена? Как ваши впечатления? Все хорошо. Понравилось. А что больше всего понравилось? Всякие мероприятия, где выступать. А тебе? Мне тоже понравилось выступать, первые места получать. На эту смену в лагерь приехали 284 человека со всей области. Из них 56 – дети сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса. Путевки получили бесплатно. Ребята отдыхают в лагере за счет средств регионального бюджета. В принципе, заявка эта стандартно подается в Центр социальной поддержки, где предоставляется необходимый пакет документов и рассматривается выдача путевки. Там стандартно идет справка медицинская, свидетельство о рождении ребенка и справка, подтверждающая, что родители работают на соответствующем предприятии. Принимают ребят Держинец, Зеленая Республика, Красная Горка и Звездный Бриз. Для отдыхающих организовали двухнедельные профильные смены. Воспитанники Держинца пробовали себя в спорте, декоративно-прикладном искусстве, рисовали на песке и учились играть в театре. Для нас важно, чтобы детский отдых в наших лагерях был не только для веселья, нам кажется, что уже веселиться маленечко не модно, а чтобы дети немножечко чему-то учились, что-то здесь получали, помимо еще прочего веселья, чтобы они возвращались все другими, чтобы они были лидерами по жизни, лидерами там в городе, за пределами лагеря, куда они уезжают. Мы стараемся их здесь учить. Всего в этом году в детских лагерях Новосибирской области отдохнут 50 тысяч человек. Уже завтра новые смены и новые заезды. Екатерина Новгородцева, Евгений Павлов, Новости ОТС. Все о важных событиях региона на телеканале ОТС. Мы работаем для вас. До встречи в эфире.